Это ужас. Никто не знал, что делать. Галкина болезнь Пугачёвой. Ведущий юморист Максим Галкин рассказал о болезни своей супруги Аллы Пугачёвой и о проблемах, которые в итоге возникли со здоровьем после выступления перед ликвидаторами Чернобыльской аварии. Это, честно говоря, тихий ужас, потому что никто не знал, что делать, сообщил муж певицы. Ведущий программы сегодня вечером Максим Галкин рассказал некоторые подробности истории с выступлением российских артистов перед ликвидаторами Чернобыльской аварии в первые месяцы после катастрофы. Среди выступающих, напомним, была и супруга Галкина, певица Алла Пугачёва, а одним из первых туда приехал поддержать ликвидаторов Иосиф Кобзон. По словам Галкина, не все артисты согласились поехать в ту зону заражения, но и Примадонна российской эстрады Ирина Понаровская всё же рискнули. Именно с этим выступлением супруг Пугачёва и связывает её проблемы со здоровьем, в частности, проблемы с эндокринной системой исполнительницы. У Аллы полетела щитовидка после этого. Так и остались с ней проблемы, цитирует Галкина известный новостной портал. Это, честно говоря, тихий ужас, потому что никто не знал, что делать. По его словам, Пугачёва тогда даже попросили надеть какую-то свинцовую шапочку. Напомню, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, и мало кто из артистов, как и Кобзон, рискнули своим здоровьем и жизнью и поехали поддержать местных жителей своими песнями. Среди них оказался Валерий Леонтьев. Он приехал сюда в августе через три месяца после катастрофы и выступал практически рядом с реактором в течение трёх часов. Смелостью на советской российской эстраде отличались не только мужчины, но и женщины. Через месяц после Леонтьева в Чернобыль приехала с концертом Алла Пугачёва. На её концерт в посёлке Зелёный мыс тогда собрались несколько тысяч человек, среди которых были и ликвидаторы катастрофы, и местные жители. Зелёный университет. Зелёный университет.